АЗ-16 «Чайка», ГАЗ-16А, ГАЗ-16Б, экспериментальные советские автомобили повышенной проходимости с аэродинамической разгрузкой, разработанные в 1960 году рабочей группой конструкторско-экспериментального отдела Горьковского автомобильного завода, КАЭО «ГАЗ», под руководством ведущего конструктора «Смолина», при участии группы сотрудников нами под руководством Ханжанкова, и построенный в 1962 году при участии авиационного завода имени Сергар Джаникидзе, ГАЗ-16 и его модификации представляли собой попытку создания универсального наземного транспорта, сочетающего положительные качества автомобиля, экономичность, высокий ресурс при движении по благоустроенным дорогам, и судно на воздушной подушке, проходимость. Для движения аппарата в обычном режиме использовали шасси автомобильного типа, с независимой передней подвеской по типу «Волги ГАЗ-21», рулевым управлением и гидравлической тормозной системой, и автомобильная трансмиссия, вместе обеспечивавшей на шоссе скорость до 170 км в час, крейсерская скорость 65-70 км в час. При преодолении участков бездорожье шасси убиралось гидравлическим приводом, и в дело вступала обеспечиваемая двумя нагнетающими воздух под днище вентиляторами диаметром по 1200 мм воздушная подушка, которая поднимала аппарат над полотном дороги примерно на 150 мм. Удержание воздушной подушки осуществлялось без использования гибкой юбки, за счет самой формы корпуса в нижней части, имевшего специальные щели, расположенные под углом 45 градусов к продольной плоскости аппарата, в них через сопловые отверстия нагнетался воздух от вентиляторов. Автомобиль мог преодолевать даже водные преграды, правда, создавая при этом сильный водяной туман. Двигатель был позаимствован у автомобиля ГАЗ-13 «Чайка-Минус». Первый вариант, ГАЗ-16, не имел маршевых воздушных винтов для поступательного движения и маневрирования в воздухе. Использовались потоки воздуха от основных вентиляторов, направляемые специальными жалюзи, управляемыми из кабины водителя. Испытания показали низкую эффективность такого решения, скорость достигала лишь 40 км в час, управление при помощи жалюзи оказалось малодействительным. При отводе воздуха от нагнетающих вентиляторов автомобиль сильно проседал. Вторая и более известная модификация летающей Волги, ГАЗ-16А, была существенно модифицирована по сравнению с предшественником. Автомобиль получил два вспомогательных маршевых двигателя мотоциклетного типа мощностью 28 л.с. каждый. С помощью карданной передачи они вращали два трехлопастных винта, которые были вынесены в хвостовую часть. Такая конструкция предполагала возможность движения задним ходом, а воздушные рули на кожухах вентиляторов обеспечивали отличную управляемость автомобиля. Поздний ГАЗ-16 получил новые апгрейды, так в конструкторских цехах родился ГАЗ-16Б. Главным его отличием от предыдущей модели было использование газотурбинного двигателя ГТД-350 для привода нагнетающих вентиляторов и маршевых винтов. Мощность этого силового агрегата достигала 394 л.с. В то время ГТД-350 был самым малогабаритным и легким двигателем такого типа, его сухой вес составлял 130,5 кг, и вместе с этим был в состоянии обеспечить все энергетические потребности летающей Волги, по этому технику экономические показатели ГАЗ-16Б были заметно выше, чем у предшественников. Несмотря на то, что разработку можно было считать успешно состоявшейся, своего места в реальной жизни ГАЗ-16 так и не нашел, и со временем работа над проектом была остановлена. Было озвучено немало причин, почему у ГАЗ-16 нет будущего. Машина была сложна по конструкции, громоздка, неэкономична, имела невысокую грузоподъемность и очень ограниченную область применения. Основной недостаток, с технической точки зрения, состоял в нерациональном использовании мощности двигателя для создания воздушной подушки под днищем аппарата, именно поэтому впоследствии на машинах с воздушными подушками стали применяться гибкие ограждения по периметру всего судна. Так, проект летающей Волги ушел в историю, и до наших дней, к сожалению, не уцелело ни одного экземпляра. Но фрагмент одного из прототипов ГАЗ-16 по сей день хранится в музее ГАЗ.